Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. В Западно-Казахстанской области назначен новый руководитель управления государственных закупок. Согласно распоряжению Акимобласти, им стала Байма Гамбетова Алмагульту Легионовна, 1976 года рождения. Она имеет высшее образование, окончила Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности финансист. Свою трудовую деятельность начала в 1995 году главным бухгалтером профсоюзного комитета рабочих Чингерлаусского районного АПК Западно-Казахстанской области. В 2015 году являлась руководителем управления строительства Западно-Казахстанской области. С апреля по май текущего года была заместителем руководителя областного управления государственных закупок. В мае 2015 года назначена на новую должность руководителя управления государственных закупок Западно-Казахстанской области. В Уральске последний звонок прозвенит для более чем 35 тысяч школьников. Традиционно этот праздник отметят 25 мая. В городском отделе образования отметили, что сейчас все школы готовятся к этому мероприятию. 35 191 ученик. Именно столько учащихся обучается в уральских школах. 25 мая в городе состоится трогательное и волнующее мероприятие. Последний звонок. Тысячи учащихся скажут в школе до свидания, а некоторые попрощаются с ней навсегда. После торжественной линейки для выпускников готовят организованные походы на природу. 11-ти классники 10 школ планируют провести 25 мая отдых, экскурсию и поход в кемпинге «Мечта». Две школы планируют провести поход 11-ти классников, экскурсии в центре «Евразия». И остальные школы будут 11-ти классники отдыхать в парке Кирова. Сами школьники уже мыслями находятся на каникулах. Вот только выпускников ожидает единое национальное тестирование. Его изъявили желание сдавать порядка 70% школьников. ЕНТ стартует со 2 июня. 25 мая мы проведем последний звонок, станцуем, вальс. После этого мы едем в торговый комплекс «Мечту», там поотдыхаем. Да, сложно, но я еще пока не решил, что куда буду поступать. Но думаем еще. Дата проведения выпускного вечера еще не определена. По традиции в Казахстане он пройдет в один день. При этом проведение выпускных вечеров вне стен школы запрещено. Никаких увеселительных учреждений ни коллектива, ни школы поддерживать не будут, естественно. Потому что во главу всего ставится жизнь ребенка. В эту ночь, в это праздничное мероприятие, после фейерверка с площади, допустим, где будет проводиться последний бал, дети разъезжаются в школу и эти мероприятия проводятся в школе. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Ответят по закону. В департаменте внутренних дел Октябрьской области начато досудебное расследование по факту перевозки животного в самодельном узком вагончике. Те, кто причастен к этому делу, понесут наказание. Напомним, октябинцы распространили в социальных сетях видеозапись доставки жирафа к вольеру, расположенному в Октябре на Центральном проспекте. Благодаря распространенному видео дело вызвало большой общественный резонанс. Ведь у большинства увиденное вызвало немалую критику. Жираф при транспортировке находился в самодельном узком вагончике, явно неподходящем для животного. Скрюченного жирафа пытались вытянуть из узкой коробки при помощи автогена. Из-за шума были напуганы и другие животные. После стало известно, что жираф по кличке Твига серьезно пострадал. На трассе Атрау-Октау в результате лобового столкновения автомобили КамАЗ и Лада Ларгус погибли 6 человек. ДТП случилось 19 мая. Погибшие граждане Узбекистана. Этот случай вновь привлек внимание общественности к безопасности дорожного движения на трассах Казахстана. Полицейские области провели очередной рейд на трассе Ураль-Скатырау, который является одной из наиболее опасных в регионе. Особое внимание таксистам, перевозящим пассажиров без разрешений. В этом году увеличилось количество ДТП, совершенных пассажирским автотранспортом. В связи с этим был разработан совместный план по пресечению деятельности незаконных перевозчиков пассажиров багажа. Данная работа на контроле у руководства ДВД. В честь юбилея проекта «Жасель-Ель» в Уральске состоялся концерт. На праздничном мероприятии подвели итоги десятилетней работы. В ряды жасел-елевцев приняли очередную команду ребят. За время существования проекта тысячи студентов были трудоустроены на сезонные работы по озеленению и созданию лесных массивов на территории республики. Вот уже на протяжении десятка лет молодежные трудовые отряды «Жасел-Ель» преображают весь город. Студенты высаживают деревья, работают над разбивкой цветников. Кроме того, ребята принимают участие в различного рода акциях. На юбилейном мероприятии в уральские ряды жасел-елевцев вступила очередная команда студентов. Я, вступая в ряды жасел-Ель, обязуюсь принимать активное участие в озеленении района и внести свой вклад в преображение родного края. По Западно-Казахстанской области ежегодно в ряды жасел-Ель вступает свыше 700 человек. В этом году на сезонную работу примут тысячу студентов. Трудовой день их составит 8 часов. Каждую неделю у них будет по два выходных. Во время летних каникул эти ребята не только сделают большую работу в преображении родного края, но и смогут заработать. За 10 лет в озеленении гордой области по программе жасел-Ель приняло участие порядка 7 тысяч студентов. Ежегодно на ландшафте трудятся до 750 человек. Стоит отметить, что в этом году особое внимание будет уделено озеленению районов. Марина Горбук, Дорин Досимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске отметили профессиональный праздник работников культуры и искусства. Этот праздник еще молодой. Он появился в соответствии с указом президента страны в 2013 году. Организаторы мероприятия отмечают, что такой профессиональный праздник обязательно нужен. Ведь он позволяет подчеркнуть ту важную роль, что играют в жизни современного казахского общества работники культуры и искусства. Без работников культуры и искусства была бы невозможна организация того множества культурно-массовых мероприятий, что ежегодно проходят в городах Казахстана. Этот праздник всегда проходит торжественно. В Уральске уже в четвертый раз. В этот день устраивают концерты и проводят тематические встречи. И, конечно, все поздравления звучат в адрес работников культуры и искусства. Действительно, искусство, культура – это показатель достижения общества. И сегодня у нас ветераны сегодня присутствуют, сегодня присутствуют молодежь, сегодня присутствуют те люди, которые во всех праздниках города, области, страны принимают участие. Мы вас поздравляем, желаем вам здоровья. И именно сегодняшний день он посвящен вам. Пусть этот праздник будет хорошим для всего нашего города. Поздравляю еще раз. Сегодня во Дворце молодежи, где проходило мероприятие, было как никогда многолюдно. Здесь собрались практически все работники культуры и искусства города. Помимо концерта, заслуженных работников данной сферы наградили благодарственными письмами. В число награжденных вошла вокальная группа «Сударушка». Этот праздник культуры мы с большой радостью встречаем и отдаем уважение и заботе нашему уважаемому президенту. В прошлом году отделом культуры было проведено более 13 тысяч мероприятий, в которых приняли участие почти 100 тысяч населения города, отметил заместитель Акима города Марс Сатабалдиев. Это и является подтверждением того, что работники данной сферы деятельности вносят огромный вклад в развитие культуры и искусства. Олег Великин, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова